Мы находимся на Красной площади. У памятника Ленину собираются ярославцы. Среди них замечены представители различных думских партий. Плакатов и транспаратов не видно. Впрочем, как уверяют организаторы встречи, это не митинг и не демонстрация. Здесь собрались неравнодушные к судьбе русских на Украине. На Украине совершен государственный переворот фашистского толка. Случат предложения вообще русский язык запретить, а те, кто будет его использовать, привлекать к уголовной ответственности. Надеюсь, что до такого маразма не дойдут. Но то, что уже отменили закон о русском языке, это уже о многом говорит. Сегодня мы видим, как избивают тех, кто открыто высказывает свое мнение. Как нам пояснили, здесь и сейчас создается так называемый Оргкомитет патриотов по борьбе с проявлениями неофашизма и помощи русским и украинцам, находящимся на территории страны. Сейчас комитет насчитывает порядка 30 человек. Планируется сбор средств для помощи нуждающимся. Для этих целей в Ярославле даже хотят установить палатки, а на ближайшем хоккейном матче планируют раздавать листовки. Уже в пятницу по городу обещают пустить машину с громкоговорителем для оповещения жителей. А в воскресенье на площади юности активисты собираются провести митинг. Некоторые из ярославцев, присутствующих на акции, даже выразили желание сами отправиться на Украину. Если не поехать и не помочь, там могут сами не справиться. Получится второй Косово, вторая Чечня. Я не хочу этого для миллионов русских, которые там проживают. Мы чем можем бороться? Исключительно словом, поэтическим, прозаическим, песней. Между тем, проходящие мимо ярославцы не горят желанием отправиться в кущу событий. Так оказалось, многие из них в курсе ситуации на Украине и относятся к ней негативно. Но большинству из них до происходящего в стране, в общем-то, нет дела. Меня это мало касается, хоть украина и братский народ. Надо не воевать, надо дружить и мирно решить, Крым-то кому нужен. Людей погибших жалко. Я особо новости не смотрю, не знаю, как там ситуация. Мирным путем надо все решать. Сейчас собравшись регистрируют членов оргкомитета. Дальше они планируют направиться в помещение, где будут вырабатывать план мероприятий, который планируют провести. Нина Колтина, Елена Масалова. День в событиях.